Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами продолжаем тему террористических организаций Хамас и Хезбалла, с которыми воюет Израиль. Воюет, скажем так, более-менее успешно, хотя многие главы мировых государств, мировых держав с большим именем, таких как, например, Германия, все еще возмущены тем, что нужно садиться с этими ушлепками за стол переговоров. Так вот, я сейчас вам прочитаю небольшую маленькую статью по теме вот этой вот Хезбаллы. Всем вам известно, сейчас, секундочку. Итак, внимание, я сейчас буду читать статью, то есть, когда я отворачиваю голову в сторону, это не я несу от себя тюну, это пишется на новостном портале. После того, значит, новый глава Хезбаллы. Статья так и называется. И дальше мы с вами будем обсуждать эту статью. План действий является продолжением плана действий Насралы, сказал Касим в среду. То есть, это новый человек, которого избрали единодушно главой Хезбаллы. Он продолжил план войны, который его предшественник разработал под руководством поддерживаемого Ираном ополчения. Касим изначально не приводил конкретных подробностей. Через месяц после убийства своего лидера Хасана Насралы, ливанская Хезбалла назначила его заместителя Наима Касима своим преемником. Совет Шуры, руководящий органом шиитской Хезбаллы, согласился избрать шейха Наима Касима генеральным секретарем Хезбаллы. Какое звучное слово, генеральный секретарь. Прямо Насрала какая-то избрать генеральным секретарем Хезбаллы сообщило о ополчении во вторник. При назначении Касима ополчение уже объявило, что будет поддерживать пламя сопротивления до тех пор, пока Израиль не будет побежден. Насрала был убит 27 сентября в результате нападения израильской армии на столицу Ливана Бейрут. Изначально потенциальным преемником убитого Насралы считался глава исполнительного совета Хезбаллы Хашем Софиеддин. Однако несколько недель назад израильская армия также подтвердила его ликвидацию в результате нападения в Бейруте в начале октября. В ответ на убийство Насралы, среди прочего, Иран 1 октября нанес удар по Израилю, выпустив около 200 ракет. 71-летний Касим был одним из основателей Хезбаллы в 1982 году. В 1991 году он был назначен заместителем генерального секретаря вот этой вот милиционной организации. В отличие от Насралы, который после войны в Ливане в основном ушел в подполье, Касим продолжал появляться на публике. После смерти Насралы Касим появился в трех телевизионных обращениях, последний из которых состоялось 15 октября. Хезбалла является частью возглавляемой Ираном, так называемой оси сопротивления антиизраильского альянса, в который также входит радикально исламистская палестинская организация Хамас в секторе Газа и ополчение хуситов в Йемене. Их заявленная цель – уничтожение Израиля. Вот такая вот у нас получается статья с вами. Теперь давайте мы парочку моментов из этой статьи посмотрим, обсудим. Буквально пару дней назад до этой статьи я прочитал еще один очерк об этом новом шефе Хезбалы. И в этой статье говорилось о том, что он готов сесть за стол переговоров с Израилем и прекратить боевые действия на территории Северного Израиля и Южного Ливана. Но, тем не менее, они не готовы остановить свои боевые действия вообще. То есть он готов приостановить эту войну для того, чтобы дать отдышаться своим террористам, боевикам, закупить новое оружие, выкопать новые тоннели и потом с новыми силами опять напасть на Израиль. По поводу этих вот туннелей, которые Израиль находит на севере Израиля, на юге Ливана, многие говорят, да невозможно было построить такие туннели, такие крепкие коммуникации за короткое время. А при чем тут короткое время? Вот посмотрите, сейчас я уберу тут. При чем тут короткое время? Все те, кто следят за ситуацией на Ближнем Востоке, наверное, помнят, как в начале 2000-х годов показывали даже по телевизору во многих странах, как Израиль уничтожал новые поселения своих репатриантов на севере Израиля. То есть Израиль шел официально после подписания документов о вот этой демаркационной зоне между Ливаном и Израилем, в которой не будет находиться ни одного жильца со стороны Израиля и не будет находиться ни одного военного. Поэтому все те жители Израиля, вновь прибывшие, которые строили себе там дома, они вынуждены были переселяться в более населенные районы страны, лишаясь возможности строить дом на севере Израиля. И показывали, как сносили бульдозерами вот эти вот постройки, как выгоняли этих людей, все кричали, вот Израиль уничтожает свое население. Да нифига они уничтожали, они просто выполняли условия договоренности, подписанные в ООН с этим Ливаном. Что же сделал потом Ливан? За то время, когда Израиль освободил территории и сказал, вот пожалуйста, если граждане Ливана хотят жить и селиться на этих территориях, мы не против. Вместо того, чтобы селиться и жить и развиваться экономически и культурно, они начали копать, как кроты, туннели. Для того, чтобы в эти туннели напихать секретные вооружения, напихать продовольствие, заполнить эти туннелями, боевиками, чтобы в какой-то момент бомбануть по Израилю со всей своей мощью. И причем голубые каски ООН знали все вот это. Знали, что там строятся туннели. Вместо того, чтобы следить за порядком, они просто молча отводили глаза в сторону, не вмешиваясь во внутренние дела Ливана. Вот такие вот миротворцы какие-то. То есть получается, когда кого-то ставят следить за порядком в стране, и он не соответствует своей должности, то это считается сегодня, в современном обществе считается это нормой. То есть когда вот этот вот, скажем так, генсек ООН, зная о том, что в Ливане, на юге Ливана происходило вот это вот непотребство, когда копались и укреплялись бетоном туннели подземные, под гарнизоном голубых касок, он почему-то не запретил копание вот этих туннелей, он почему-то не отдал приказ на зачистку территории, он почему-то молча вот так вот к этому относился, лояльно относился. Сейчас же, когда Иран заявляет, что они имеют полное право на защиту своей территории, после того, как Израиль бомбанул по пригородам Тегерана, Израиль готовься, тоже ООН почему-то не говорит вот этому Ает Олега Минея, слышь, ты старый, может хватит беситься со мной, может успокоишься, а? Или ты все-таки агрессор настолько, что ты готов уничтожить любую страну в мире, чтобы только было тебе хорошо. Почему-то ООН об этом умалчивает и не хотят даже затрагивать эту тему, но как только Израиль наносит ответный удар, он не наносит первому удару, он наносит ответный удар. Вот тут же сразу и ООН, и главы Министерств иностранных дел, крупных мировых держав, начинают кричать, ай-яй-яй, и Израиль плохо поступил, Израиль нехорошо поступил. Когда Израиль 20 с лишним лет назад выгонял своих вновь прибывших репатриантов с северных территорий, выполняя условия договоренностей подписанных организаций, соорганизацией Объединенных Наций по урегулированию ситуации при помощи миротворцев на юге Ливана, эти же главы мировых держав тоже говорили, что ай-яй-яй, Израиль плохо поступает со своими жителями, куда им деваться? Куда им деваться? А сегодня они опять же, у них как пластинку заело, Израиль плохой, Израиль плохой. А Иран хороший, вот Иран хороший, да, хуситы вот эти вот еминские, они тоже хорошие, когда они нападают на танкер, когда они берут в заложники людей, команду, и потом вместо того, чтобы обезвредить, ликвидировать вот эту вот бригаду этих ушлепков боевиков, почему-то мировые средства массовой информации аккредитовуются среди вот этих вот еминских хуситов и посещают их на этом танкере. Снимают видео, берут у них интервью, блин, вы что, совсем что ли мозгами двинулись, блин? Или вам, журналистам, уже вообще не откуда брать себе деньги, блин, вам не важно, как эти деньги, каким дерьмищем они пахнут, главное, что это деньги, блин, это же террористы, почему вы берете интервью у террористов и становитесь на их сторону, как вот наша Анна Лена Бербок, которая кричит о том, что нужно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, но, конечно же, Израиль поступает неправильно. Ты больноватая, блядь, разберись лучше у себя в стране, блин, почему у тебя в стране 5 миллионов нелегальных мигрантов, которые устраивают каждую неделю в крупных городах Германии про палестинские демонстрации, собрать их всех на тот же самый Титаник и отправить куда-нибудь в тот же Йемен, к Хуси там, или в Сомали, или еще куда. Что они забыли, почему они нарушают общественный порядок в стране, которая их приняла, которая дала им крышу над головой и дала им социальные пособия, почему они нарушают порядок в этой стране, почему они кричат, что Израиль нужно уничтожить, вот буквально, пару недель назад в Берлине уродец какой-то попытался, блин, бомбануть израильское посольство. И что? Да, это показывали по новостям, это показывали массово в течение нескольких дней, вот террорист был пойман и одно другое, а почему он до сих пор, этот террорист, не выдал своих вот этих вот заказчиков, почему этого террориста, к нему, почему к нему так лояльно относятся. Посадите его лет на 30 в химические шахты, и пусть он копает этот уран, блин, или никель, блин. Фридрих же Мерц хочет наложить лапу на никель, который находится на территории Украины, поэтому он и готов продолжать войну с Россией на территории Украины. Именно так Мерц и сказал, что нужно развернуть войска НАТО на 180 градусов и дать массированный ответный удар России на территорию Украины, чтобы Россия поняла, с кем она имеет дело. Читайте подтекст. Проект электромашин для населения рвется, трещит по швам. Почему? Потому что никелевые руды, которая была здесь закуплена запасами у той же Франции, не хватает для производства электроаккумуляторов для этих долбанных электрокаров. Крупнейшие залежи никеля находятся на территории Украины. Фридрих Мерц один из пайщиков BlackRock, которая наложила лапу давным-давно на всю территорию Украины. Вот потому там идет война. Потому там идет война. Это одна из причин, по которым идет там война. Но возвращаемся обратно к вот этим вот бородатым бет-сантам, которых то Хезбалла, то Хамас пытаются избрать своими предводителями. Я сказал, что я буквально за несколько дней до той статьи, которую я вам прочитал, читал другую статью, в которой говорил, что новоизбранный шеф Хезбаллы согласен сесть с израильским правительством за стол переговоров и договориться о прекращении боевых действий. Однако же, буквально через несколько дней, этот человек начинает говорить, что нет, они как были на тропе войны, как командчи вышли на тропу войны с топориками, томогавками, так и останутся на тропе войны до тех пор, пока они не придут к своей цели. Получается, что как бы он не вел себя за столом переговоров, какие бы он обещания не давал или не шел на какие-либо компромиссы, у него в подсознании остается все равно его мечта, так как у этого Аятеллы Хаминьи уничтожить Израиль. Да, проявляются эти придурки там на Дельном Ближнем Востоке. Допрыгаются. Многие люди утверждают, что вот опять же на территории России я... Почему я зарегистрировался год назад на Одноклассниках? Потому что некоторые ресурсы новостные, некоторые порталы здесь в Германии заблокированы, которые идут с территории России, они здесь в Германии заблокированы. Но при помощи Одноклассников там можно читать некоторые материалы о политике, допустим, или о ситуации в мире вообще. Поэтому я там зарегистрировался. И меня просто поражает тот факт, что россияне, ну не скажу, что все, но 30% всех россиян, которые еще что-то думают своей головой, странным образом поддерживают Хамас и Хизбалу. Несмотря на то, что мировым сообществом вот эти организации призваны террористическими группировками. где мозги у этих людей, которые поддерживают террористов, я не знаю. Это то же самое, что если овцы выберут своим предводителем волка, который пообещает им не съесть их всех сразу. Вы что? Он же не живодер. Он максимум будет съедать только одну бедную или голодную или старую больную овцу в день. И овцы скажут, ну ладно, фиг с ним, может быть, меня пронесет. И избирают своим предводителем волка. Вот так и здесь. Те люди, которые в России говорят, что Хизбалла и Хамас это хорошие, по факту ставят себя на роль вот этих вот овец, которые избирают своим предводителем волка. Ну, что я могу сказать? Рано или поздно вся эта война на Ближнем Востоке закончится, рано или поздно этих террористов успокоят, если хамасовских уродов успокоили до такой степени, что от них остались одни какие-то таракани и отпрыски, которые пытаются бегать, устраивать или террористические акты, или резать людей, и их тут же ликвидируют. С Хизбаллой будет то же самое. А потом придет очередь того же самого Ирана, который все еще никак не может успокоиться и жить нормально и навести порядок в своей стране. Ирану почему-то нужно сувать свой нос в другие страны, которые хотят жить мирно и развиваться культурно и экономически. Ну вот Ирану что-то ему не нравится. Как говорят в Японии ислам узколобая религия. И с каждым годом я все больше и больше в этом убеждаю. Блин, японцы все-таки действительно правы в своих суждениях. Ну вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Не забудьте подписаться на этот канал, поддержать нас финансово, потому что увы, монетизация себя не оправдала. И если будут идти пожертвования нашему каналу от подписчиков, от зрителей, то естественно видео будут выходить в том же темпе, как они допустим выходят сейчас, ежедневно. Если же не пойдет монетизация, комментизация она там вообще уже по факту ноль. Если же поддержки именно финансовой со стороны зрителей не будет, то и видео будут выходить не так интенсивно, как это было ранее. Ну что ж, высказывайте свое мнение по данной теме, не забудьте нажать на колокольчик, естественно подписаться, как я уже сказал, и не болейте. Всем удачи, пока.